привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть silent hill 4 the room продолжаем жить в этой жутковатой комнате и за ее пределами просто серии мы начали среди прочего обнаружили что мы заперты и не можем никак выбраться на двери надпись не выходи уолтер это странные твари атаковали нас каком-то непонятном сне и после этого в стене образовалась дыра я туда больше не хочу честное слово по моему очень жуткое место наш герой заметил что здесь комод стоит как то довольно криво поэтому нужно сдвинуть давайте этим займемся мне советовали каждый раз когда попадаю в свою комнату складывать все вещи здесь есть комод так что будем этим пользоваться типа инвентарь ограничен 10 предметами хорошо я кстати разобрался вроде бы с этим соотношением сторон то есть в предыдущей серии все было растянуто теперь он вроде как нормально ну ладно давайте отодвинем кто мог это сделать здесь пистолет на полу взять его конечно хорошо еще одна дыра в стене я эту стену еще больше боюсь потому что из нее в кошмарном сне на нас полезла соседка айлин опять эти кролики так хорошо но у нас есть дыра через который мы можем посмотреть почему бы нам не поорать не вертикать спасите там скорую полицию пожарников кого угодно мчс наш герой видимо другого мнения кто-то звонит по телефону с оборудованием шнуром потом быстрее алло синтия какой житон о чем она вообще говорит там ходит кто-то здесь так да нет вроде спокойно ну ладно пойдем еще я хотел конечно предметы из рюкзака вытащить мы сейчас полезно я думаю обхватит место кто это ходи вообще такой сити как вообще позвонила к нам если то это такое жетон для линии метро нич стрит самый жуткий манекен в жизни очень похож на сенсию валим просто валим те самые собаки собаками здесь драться это просто невыносимые насилие над собой с пистолетами дом будет получше так камеру у нас на кнопке tab я так не смог настроить на геймпад поэтому клава мышь наше все так хорошо давайте проверим это место вообще у нас там эти звуки там у нас был спуск вниз на метро наверное туда мы сейчас пойдем что он есть собаку надо будет грохнуть камера ты вообще не помогаешь мне это сделано специально похоже а звуки тогда откуда не карта вообще да нет вроде так патроны мы будем тратить нет их может оставить давайте просто сейчас будет спокойнее хотя там одна собака я думаю я узнал в этой части можно спокойно убивать врагов то есть это не отразится на концовке что на мой взгляд логично потому что официально хил-3 если не убиваешь много врагов будет очень плохо так опять приятные звуки спокойно камера что ты делаешь я ничего не вижу свободно мать твою это от нее звуки все были что резко затихло какой-то путеводитель по станции текст сильно размыт он полностью бесполезен и здесь особо не осматривалась потому что мне было очень жутко этот турникет на линии метро линч стрит но он сломан и не могу им воспользоваться там дальше две собаки делать по сути ничего подожди камера то то же самое не поддается пойдем вниз в темноту что нам остается то вообще какого черта только вот этого не хватало это отворец на дорога завалит камера нужно делаешь офигеть есть полно всякого хлама какой хлам ты чё не видишь что ли мать же 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 так а тут они погоните за мной нет то где синтия я вообще не понимаю что происходит как я это сделаю странный торговый автомат на нем написано единица ну ребята все плохо как неудобно камеры здесь сделаны я не перестану жаловаться пока не привыкну это что на станции кстати говоря линч от не станции солен хила мы по моему посещали это место в третьей части или нет нет закрыта я что ничего не могу сделать так так открытие двери хорошо жаль ой ой жил какого черта вообще происходит малейшую зацепку чтобы понять вообще ничего он тут офигеть до какого черта куда идти ты назад что ли так просто бежим по залогу все ничего не хочу да и по на бате кучу вообще просто он еще одна уйди ох блин как как все это мне просто что эту штуку взять ладно к чертовой мать управление непослушное камера непослушная нам явно разработчики жизнью облегчают так здесь свои бабаки гоняй сюда ну да че вообще какого черта куда мне идти может с тобой поговорить хоть маленько скажи мне что-нибудь жизнеутверждающим нет не хочешь вход на линию метро ну я вернуться хочу вернуться я получается уже не могу отлично значит мне придется пробиваться чисто забитые бабайками место я просто не понял куда там идти там все закрыто ладно бежим бежим а такое ощущение что с ними рядом вообще нельзя находиться так подожди вот отсюда можно пройти сбоку они сейчас на родном месте полустрофой грузовются и я просто не понимаю куда бегу я бегу слепую постоянно подожди там есть дверь вот она игрушечная коробка на ней написано 1000 закрыта я не могу ее открыть что за черт трупы что ли офигеть нет это это манекен лучше я не понимаю куда я иду вообще хорошо тут мы допустим какие-то двери показаны что они закрыты они действительно закрыты какие-то двери показано что они открыты какие-то двери вообще не поймешь можно открыть или нет вот как тут все непросто так мы кстати перешли на другую сторону это уже хорошо запомним это место где-то здесь лежит сундучок вон они оттуда лезут так наверх можно там еще кто-то вылезает смотри вниз можно вниз нельзя у нас похоже одна дорога если только вот тут что то есть а а куда я попал и уже попал куда надо а с ним сня а а а куда она подивалась а 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 gro а она исчезла отлично да блин хе 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 sfx беги спал есть м добери почему на нет стоит ладно короче пойдем туда это бабушка это ненормальная игра не все сделано так чтобы игроку было реально сложно не играть искусственные препятствия какие-то управлению допустим я сейчас хочу туда пройти мне он будет ходить так полукругом так есть дыра наверх то есть в квартиру похоже да есть какая-то лестница давать по моему моему по моему стоило подняться по лестнице хорошо еще один подъем что у нас здесь конечно же я не увижу по последнего момента на самом деле алиса она мать полис в зеркале какая-то где я вообще понимал где я нахожусь я сейчас сошел просто это еще что такое давай у чего я ничего не понимаю куда я зашел отлично просто отлично я могу чего-нибудь подлечиться нет мне нужно в комнату вернуться как-то давай твою дивизию что ж такое ладно ты посмотри в этой игре просто нельзя резко развернуться еще смотри да сколько я не понимаю я просто ничего не понимаю не уж точно хочу дыру в стене все больше ничего не хочу опять эти летят да ребята это пипец женская косметика разбросана по земле это должно быть синтии на двери табличка снять табличку да искушение табличка из мира метро на ней изображена женщина написано слово искушение а то есть это синтия получается искушение что ли в любом то и хотелось выпустите меня пожалуйста ну-ка может через монетки я не хочу идти обратно отлично просто да я умру сейчас по-любому как я вообще а вот смотри офигеть так она она отсюда она что ли на связь отходила он идет говорит он идет говорит он жива еще он жива еще это просто меч, да? я думаю что я слишком много вчера я никогда не смогу сделать особое удовольствие для чего ты говоришь я чувствую как я 죽у всё не в порядке это просто спокоен ёбер дурак не дурак не дурак Как это вообще произошло? 16121 Это на груди у неё вырезано, смотри На левый Надо куда-нибудь записать 16121 Это жутко по-моему На ровном месте вообще Надо домой А он уже сам дома оказался Я не знаю, может я там по дороге куда-то не туда сворачивал Но вроде как выбрался, да? Это была просто паника, я не знаю Что-то было реально страшно Не то что страшно, здесь очень похоже на резиденты У-4 Ты себя чувствуешь постоянно загнанной крысой Слушай Тобой везде гонится Это реально жутко Не скримерами пугает атмосфера, скорее давящая такая Это метро, наверное Это метро Что это за звук? Что это за звук? Ну что? Встаёшь уже? Понимаю плохо тебе, ну Давай, вставай, братю, всякакой вид. Да, пойдём посмотрим в окно. Ну да, возле входа в метро стоят машины скорой помощи и полиции. Это из-за синтии. Отлично просто. И люди просто ходят, даже не знают, какой этот кошмар творится. Блин, ну хоть кто-нибудь. Надо работать. Вот такие дела, в общем, что тут скажешь. Страшновато. В первой серии я, скорее, просто думал, странная игра. О, смотри, что-то новая. А вторая реально стала жутко. Ну, не за себя жутко вообще как-то. Что происходит? Здесь клочок красной бумаги. И хотя культ сам по себе исчез, я уверен, что его дух всё ещё живёт. А это отрывки из той книги. Слишком много странных вещей происходит в этом городе. И я исследую двух людей. Или, может быть, я должен сказать только одного. Я как раз собираюсь узнать, что же происходит. Восьмое апреля. Что это? А, это кто? Уборщик. Блин, спаси меня, мужик. Бесполезно. Ну что, давайте на этом закончим, наверное. Страшноватая получилась серия. Пусть у неё какой-то реально такой осадок на душе. Как-то, блин, это всё нехорошо получилось. Я даже не знаю, чем мы займёмся в следующей. Но мы взяли какую-то табличку, чтобы это не значило. Табличка искушения. Возможно, куда-то нужно будет её применить. Возможно, что-то придётся сделать. Но, как бы там ни было, будем разбираться со всем этим в следующей серии. Пока что, я могу сказать, игра определённо очень крута. В ней очень неудобная камера. Совершенно невменяемая боёвка. Но, с другой стороны, в хоррорах такой, как правило, только приветствуется. Потому что, если бы боёвка была крутая и камера была удобная, то было бы не так страшно. А здесь реально не знаешь, куда идёшь. Так что спишем на это. В остальном атмосфера какая-то совершенно не Сайлент-Хилловская. Своя. Какая-то гораздо более реалистичная, не знаю, детективная. Но, при этом, всё-таки Сайлент-Хилл был силён не этим. По-своему, хорошо. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова